Северная Осетия Сегодня все Россия переживает за вас, скорбит вместе с вами, благодарит вас и молится за вас. Еще в Москве я сделал некоторое распоряжение по поводу дальнейших наших действий по выявлению всех лиц, причастных к этому террористическому округу. Россия дал указание блокировать город, закрыть государственную границу на участке Северной Осетии, провести адресные проверки по выявлению всех лиц, причастных к террористическому округу. Закрыть административные границы республики. Одной из целей у террористов было посеять межнациональную вражду и взорвать нам Северный Кавказ. Все, кто будут поддаваться провокации подобного рода, будут рассматриваться нами, как соучастники террористического акта и пособники террористов. Я прошу всех здесь присутствующих и министров внутренних, где вы будете, исходить именно из этого. Давайте сейчас поподробнее остановимся на ситуации, поговорим о ней и наметим наши ближайшие шаги. Но, конечно, отдельная тема будет потом по оказанию помощи всем пострадавшим, семьям погибших, по оказанию помощи и республике, и городу. Целью здесь останется министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Кужидович Шойгу. Завтра сюда, в город, приедет министр здравоохранения и министр образования. Нужно составить списки всех людей, которым нужно оказать помощь и поддержку. Александр Сергеевич, мы сделаем все, чтобы помочь людям, оказать им помощь в лечении, в восстановлении здоровья. Если вы считаете целесообразным отправить детей на реабилитацию, мы сделаем это в самое ближайшее время, как только позволят им здоровья. И детей, и взрослых на лечение и реабилитацию. На любые лечебные заведения, профилактические заведения страны. Я хочу сказать, что народ проявил выдержку, мужество, собранность. И в вашем присутствии я хочу поблагодарить наших врачей и тех, кто имеет специальность работать в таких условиях. Врачей МЧС, Министерства здравоохранения. Поблагодарить наше учительство, которые все были действительно рядом с этой школой, с учениками. Ну и теперь, конечно, мы обязаны каждый день говорить жителям правду, показывать по мере поступления факта все так, как было на самом деле. Для того, чтобы почувствовать всю опасность и масштабы замыслов террористов. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить всех тех, кто работал в штабе. Что касается сотрудников специальных подразделений, это отдельный разговор. Мы встретимся отдельно, обязательно. У нас, к сожалению, много потей. Конечно, мы рассматривали все возможные варианты развития событий, но не готовились к штурму. Это события, которые развивались достаточно быстро и неожиданно, по своей собственной логике. Спецподразделения МВД Республики проявили мужество, не жили ли себя. Они выполняли свой дух.